С вами на связи Олег Алавгудвин и мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу. Сейчас проходим ноги сзади, с той стороны, да, и у нас сет номер три мы дошли до голеностопа. При этом мы не прорабатывали часть голени спереди, да, поэтому как раз в этой позе мы это сможем сделать. Поднимаем ногу вертикально вверх. Если тут не хватает масла, то у нас было заранее налито масло на стопу, с которым можно его спахнуть и еще раз размазать спереди, либо взять его с рук. Стереть свое масло с своих предплечек. Растираем быстро переднюю часть стопы и ноги. Далее прием такой, называется прищепка. Большой палец работает против всех остальных пальцев, но в основном против указательного. Мы сжимаем голень, большую берцовую кость и от нее отводим мясо в сторону достаточно жестко. При этом делаем это в направлении вниз по диагонали. Вот таким вот образом. Далее отделяем мясо от костей всеми ладонями друг против друга. Эта берцовая кость немножко развернута своей плоскостью внутрь человека, идеально. Поэтому будьте внимательны, для этого надо чуть-чуть отойти с этой стороны, чтобы было удобнее захватить. И далее прокачивая люфу, можно зажать ногу между своими руками, плотно спрессовать ее и продавить снизу и вверх. Несколько проходов. После этого расшатываем суставы в щиколотки, в пятки, где голень крепится к стопе. Для этого, как на теннисную рапхетку, устанавливаем руку, захватываем большим пальцем за пятку. Этой рукой пока держимся за голень, то есть не за сустав, а ниже. Раскачиваем энергично, согревая в одну сторону внутрь, в другую сторону в наружу. Потом мы тоже можем слышать щелк, 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 трасты, хрусты, мобилизация идет. Переводим руку на сочленение, как бы раздавливая его. Еще раз раскачиваем. Здесь есть точки акупунктурные, которые можно найти с этой стороны, вот их проработать. Вот эти вот старые точки. И передняя часть стопы возле лодыжки. Ее перепонка своей руки растираем быстро энергично с этой стороны. Эти, кстати, зоны все отвечают за половую сферу, так чтобы человеку, продавив их, проработав, сделать их только в жизни лучше. Потом переносим руку на пятку, а эту, с этой стороны, руку, убираем большой палец. Захватываем стопу целиком здесь и расшатываем сочленение перед плюсными костями. Плюсные кости, которые идут к пальцам. Далее, переходим дальше. Разделяем стопу, как бы, по вертелка липополам. Берем за одну сторону, за другую сторону и друг относительно друга растрясаем. Наша рука внутренняя скатывается к большому пальцу. Большой палец отдельно. Вот он там пощелкает уже. Вытягивая, растрясаем относительно сустава вот этого. Здесь часто выходят плюсы на кости и получается у людей шишки на ногах, на пальцах на больших, вы это могут быть видели, да? Если она уже давнишняя, шишка уже выросла, там все заросло, закостенело, там уже тяжело с этим работать. А если это случилось достаточно недавно, то вы можете вставить костюку обратно. Для этого упираемся одной рукой в кость ниже большого пальца, а этой рукой расшатываем это сочленение, вытягиваем палец на себя, то есть от тела и в бок. Раз, и происходит мобилизация, шелчок такой. Сейчас я вам покажу, где это происходит. Вот, то есть мы давим вот на эту косточку. Пальц был вот такой, да? Давим на эту косточку одной рукой, другой расшатываем и подтянув его, вставляем в обратную сторону. Потом, сейчас вот мы будем делать, расшатываем вот эти сочленения, раз, получается, да? Два сочленения, три, до пятки их три. Обратите внимание, сейчас покажу. Мануальная работа с пальчиками, соответственно, мы их растерли, размяли, как следует каждый. Потом на вытяжение, одеваем как бы петлю на них, из большого пальца, из указательного пальца своего, да? Подгибаем и чуть вытягиваем на себя. Большой палец так же, но его стоит вот эту часть загнуть, как-то индикаторно к остальному пальцу, последнюю фалангу. Мобилизировали, вставили. Теперь, с этой стороны, прорабатываем мягко, аккуратно, между пальчиками, по самим пальцам. И мягко надавливаем на них в противоположенную сторону. Ну, у некоторых это бывает болезненно, для некоторых вообще никак не чувствуется. А если у некоторых пальцев жесткие, то можно сделать более грубо. Берем все пальцы сразу и по внутренней части их заворачиваем. Теперь, разводим, стараемся вот эти вот косточки, то есть, развести друг от друга подальше. Таким вот захватом с обоих сторон достаточно сильно растягиваем, размассируем всю стопу. Переводим ее в перпендикулярное положение относительно голени. И мощным захватом разворачиваем внутрь. Раз, два, три. Помню, я вам говорю про три сочленения. Теперь, перехватывая руки наоборот, так плотно держим, и в обратную сторону. Раз, два, три. Теперь вот это сочленение в противоположную сторону. Для этого схватаемся за пятку, даем на него, а здесь упираемся в так называемый экватор стопы, вот в эту косточку, да, и натягиваем на пятку. Раз, тоже можно услышать хруст. Теперь натягиваем всю стопу за пальцы в обратную сторону, на человека, да, на голень его. При этом максимально растягиваемся хиллого сухожилия, и все выведут мышцы. Тут мы можем теперь достаточно яично быстро согреть, разогреть, растереть. Разминаем пятку отдельно, ставим лап леопарда вокруг пятки, и как бы вот таким срывающим движением пытаемся отделить мясо пятки от костей. Потом пальчиками проходимся, по вот этим соединительным местам, где крепятся косточки мяса. Вокруг всей пятки, вокруг всей стопы, с двух сторон, там очень много культурных точек, соответственно, мы их также проходим с этой стороны. Вот, например, опять есть позвоночник, проекция нашей позвоночника, да, здесь вот копчик, крестец, вот пошла поясница, спина, и вот здесь шеи методонки. Большой палец, это голова. Ну, в смысле, последняя фаланга, это голова. С этой стороны тоже культурные точки, не буду все называть. Здесь вот у нас часто бывают шпоры, и эти места также прорабатываем для профилактики шпоры. Отдельно, точечный массаж вообще проходится отдельно, целый курс есть. Сейчас, поэтому у нас не точечный массаж, я подруга не буду, на нем останавливаться, да, просто покажу некоторые такие вот места, да. Вот, примерно, по вот такому квадрату у нас расположен кишечник. Внутри тонкий кишечник, толстый кишечник, как раз по периметру этого квадрата. Мы его прожимаем, как будто делим, как тетрадку, такую клеточку, да, и каждую клеточку прожимаем отдельно пальцем, с вибрацией, с таким давлением достаточно жестко, это можно делать. На востоке, там, в Таиланде, в Вьетнаме, и по другому страну, там, палочками все это делают. Теперь точки под пальцами, вот эти пальцы заканчиваются, вот они сгибаются, на самом деле, вот ниже, видите, вот эта линия. Вот точки под пальцами прожимаем, продавливаем. Если где-то какая-то жестко попалась точка, да, то можно с движением соседнего пальца. И на нее надавили, вот на этот палец, да, а этот палец, вот на его продавливаем с движением, с таким, вокруг него. Бывает болезненно, поэтому спрашивайте, как терпим у тебя? Нормально, да? Вот, теперь смотрите, когда мы вот так вот ставили стопу, да, мы продольно-плоскостопие, профилактику сделаны продольно-плоскостопие. Но есть еще поперечно-плоскостопие, еще вот в этом месте. Если ноги, пальцы ног вывернуты вот так вот, наружу, у здорового человека при своде вот этих пальцев, да, мизинец и большую палец, они должны касаться друг друга. Вот видите, касаются. Значит, у него все нормально. Плоскостопие почти нет. Теперь, костяшками пальцев, ну, продавили все точки, да, точки, если на пальцах, в принципе, вы делаете, то они по-разному, как они начинаются, и с внутренней стороны, и с наружной стороны. Ну, это я вам покажу карту точек, вы просто сами по ней пройдете, чтобы тут подробно останавливаться. Теперь греблем костяшек пальцев, да, растираем всю стопу, достаточно жестко, внедряясь в нее, в сторону от пальцев к пятке. У нас не будет еще от самых краев, от периферии, да, к центру. Поэтому, вот, вместе с пальцами можно здесь, теперь с этой стороны, костяшками пальцев, подтянули ногу мягко за стопу, поднимаем, как будто бы вздергиваем висельненько. Делаем это на перепонках пальцев, своих больших, большим указательном, да, и получается, что как будто бы, знаете, есть такой микрофон на паутинке, знаете, такой резиночки, как будто держится, вот такое ощущение, как будто, вот такой микрофон на паутинке. Пригонечку, при этом опять покачали стопу, видите, относительно более, не расшатали ее во все стороны, влево, вправо, по кругу. Игра уже, видите, как расслабилась. И теперь идет мобилизация коленки. Для этого под 45 градусов вставляем руку прямо туда, в подколенную чашечку, да, будем давить именно в ту сторону, а этой ногой расшатываемся, и пытаемся показать человеку, чтоб он доверился нам, расслабился, чувствуем момент, когда он к этому готов, и следующее движение у нас обоими руками идет одновременно. Вот, но я только демонстрирую, я не буду сильно дарить. То есть движение, смотрите, одновременно я нагибаю голень, да, и рукой туда. Вот такое нужно движение сделать. Следующий прием, мы переносим руку на середину бедра, локоть выдвигаем, загибаем ногу так, чтобы пятка упиралась, ну, не упиралась, а придерживалась. Мы локоть просто придерживаем. Эту руку, если тут она была, у вас наголили, да, переносим на стопу, на экватор стопы, вот сюда, вот в эту кочку будем давить, на растяжение вперед, раз, происходит щелчок мобилизации. Это происходит в соединении вот здесь, вот в этих местах. Там даже два-три щелчка может быть. Теперь переворачиваю ногу к противоположному, используя ягодицы. Колено болит, да? Так, ну ладно, тогда это не будем делать. Об этих нюансах, о всех, которые мы не успели показать на видео, а тут еще много-много есть подробностей, как вы понимаете, по видео учиться глупо, это мы только демонстрационно вам показываем, чтобы вы понимали, чему вы можете научиться, и как помогать можете и способны людям. Самые все знания тут у нас на тренинге. Приходите к нам, обучайтесь, получайте навыки в свои руки и внедряйте сразу же в жизнь с понедельника. С вами был Олег Алавгудвин. Не забудьте подписаться, поставить колокольчик, нажать на колокольчик и поставить нам лайки.